Овертаймом завершилась встреча между Тверским хоккейным клубом «Динамо» и командой из Ангарска «Ермаком». Белоголубы отыграли со счетом 0-3, затем не удержали преимущества в основное время. Что происходило на ледовой арене выходные, расскажем прямо сейчас. Первое и единственное удаление в стартовом игровом отрезке заработали «Динамовцы» за нарушение численного состава. Это произошло на пятой минуте и стоило хозяевам льда пропущенной шайбы. Алексей Раров с пятака расстрелял Владима Жиренко. Через 3,5 минуты «Ермак» усилиями Семена Кокуева удвоил преимущество. Только после этого «Динамо» включилась в игру, начав угрожать воротам Дениса Перетягина. Однако контратак ангарских хоккеистов с завершающим броском Сергея Чубыкина сделал счет крупным – 3-0 в пользу гостей после 12 с небольшим минут первого периода. Игорь Тяло заменил Владима Жиренко в «Динамовских» воротах, а полевые игроки бросились в погоню. Уже на 14-й минуте Марк Верба идеальным пасом нашел Виктора Пластинина, который переиграл воротаря «Гермака». На этом лимит заброшенных шайб в первом периоде был исчерпан. Я считаю, что не реализовали свои моменты. Нас поймали на контратаках и получили ненужные голы. Сейчас, думаю, соберемся и второй период будет за нами. После перерыва «Белоголубые» завладели тотальным преимуществом, создавая момент за моментом. Количество переросло в качество на 28-й минуте. Марк Верба бросил с острого угла и пробил потерявшую ориентацию после падения Дениса Перетягина. А чуть позже Верба оформил дубль, оказавшись расторопнее всех на добивании. И сравнял счет 3-3. Надо прежде всего наладить выход из зоны. Не можем вывести шайбу. У нас закрывали в зоне ближняя лавка второй период. Поэтому если будем быстрее выходить из зоны, будет все нормально. В дебюте третьего периода на скамейку штрафников сел защитник гостей Денис Кузьмин. Динамовское большинство сработало. Илья Шипов завершил трехходовку с участием Андрея Прибыльского и Олега Зайцева. Впервые в матче «Белоголубые» вышли вперед 4-3. Длилось это преимущество ровно 10 минут. Бывший игрок Тверского ТХЛ Александр Дельнов мощно бросил от борта, и шайба залетела в сетку над плечом Игоря Тяло. Ничья 4-4, и теперь уже камбэк Ермака перевел игру в овертайм. Дополнительная пятиминутка запомнилась тем, что у ворота Ермака на всех парах влетел Марк Верба. Этот полет произошел не без нарушения правил, и динамовцы получили шанс завершить встречу при игре во формате 3 на 4. Динамовское большинство сработало. Илья Шипов завершил трехходовку с участием Ивана Иванова и Андрея Прибыльского. Следующий матч Тверское Динамо проведет на домашнем льду в четверг 12 декабря. Соперником бело-голубых станет Красноярский Сокол. Обратите внимание, что стартовая сирена прозвучит в 17.00.